здравствуйте друзья я вам сразу в лоб без подготовки расскажу анекдот а уже к чему анекдот мы узнаем потом анекдот такой что у православного храма сидят и просят милостыню два человека один значит евреи в кипе там такой с пейсами все дела а другой палестинец замотанный там в эту вот ну знаете ткань такую специфическую тогда вот просит милостыню ну и люди выходят палестинцу подают а евреев нет и тут значит сердобольная женщина подходит к нему играть мощи ведь шо ж ты сидишь у православного храма ты пойди к синагоге и там тебе подадут ну а что ж ты тут много спасибо 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 там она себе идет после чего он пихает локтем палестинца и говорит слышь абрам она нас будет учить как делать бизнес дачка чему я это расскажу этот анекдот значит там я попал в похожую ситуацию значит в качестве абрама у нас ну так сказать партнера моего оказалась наталья квик блогер из флориды я пару дней назад записал с ней интервью о том как она с мужем ездила в россию и там они были были в четырех городах и в общем и москва и питер и тула и рыбинск и в общем так мы целый час разговаривали на эту тему и мы же не первый раз не разговаривали я я прекрасно знал там их впечатления я не знал может быть все веселые там истории я не видел всяких там пилоток и флагов которые они понавезли но я я как бы очень хорошо знал о чем речь идет не то что вот там вот и я делал видео конечно для нашего канала но но я знал что наталья хочет его вывесить потом у себя тоже поэтому то есть как бы абсолютно все карты были розданы игрокам до момента то сказать вот этого всего но давайте это вот магическая сила экрана вот когда ты смотришь на экран и ты думаешь вот она оказывается как и ты не знаешь что есть сценарий ты не знаешь что есть люди которые там и в общем вот значит как когда это интервью ночью там записалось и вышло две интересные вещи произошли противоположные так сказать по характеру как потом выяснилось я возбудил какую-то толпу небольшую толпу небольшую толпу каких-то злобных теток которые обвинили меня в том что я значит наталью пытался вывести на какой-то негатив но мне не удалось потому что она твердо стояла на патриотической позиции и значит не сдалась а я все пытался ее понимаешь расколоть вот так ненавижу я эту самую страну и даже была замечательная фраза мне больше всего понравилось что я выслуживаюсь перед своими новыми хозяевами новыми они вот перед старыми выслуживаются а я уже перед новыми и вот эти новые то есть я к чему говорю это контингент кащенко то есть абсолютно на голову больные люди я я серьезно гуя не я не я не психиатр чтобы диагнозы ставить но вы слышите на вот это вот новые хозяева и тогда понятно что люди имеют проблему как бы с ну адекватностью так сказать вот и но их не было много вот если посмотреть по там лайкам и дислайкам у натальи гораздо больше вообще просмотров у нее вот это сериал как она ездила в россию очень интересная я смотрю внимательно на каждое каждое видео смотрю там у нее там по 20 тысяч просмотров эти у меня там но может быть 5 6 то есть там энтузиазм масса такой велик и там где-то 10 процентов дислайков я даже не знаю там конкретно чем у нее они вызваны эти дислайки но наверное мной что они там пытались жаловаться ей пришлось наталье пришлось закрыть комментарии пришли какие-то злобные тетки вот они ушли в другое видео и уже там в комментариях стали значит злобствовать и тогда у меня был урожайный день я 30 человек забанил в один день это рекорд вообще но не суть так я веселые обстоятельства они перебрались на наш канал мне пришлось их у нас вот сначала я их у нас обнаружил и у нас по дизлайкам соотношению лайков и дислайков было не 10 процентов дизлайков а 15 и я думаю но наверное это контингент оттуда вот этих вот из кащенко даже они к нам тоже но подошли они сит они тут высказывались и вот это вот про все и про евреев и про то что россия спасла евреев от уничтожения а я вместо того чтобы ценить значит там вот такая и так далее в общем еще раз набор искать параноидальный набор он бесконечен но в данном случае вот так и а у нас 15 процентов там 10 у нас 15 я так искренне думал ну поскольку у нас обычно видео идут но три четыре пять процентов дизлайков если 10 там 12 редкость большая я думаю то они тут набежали потом статистика подходит подходит статистика я смотрю мама родная так это наши это жена этот с нашего канала люди значит возмутились вот этим интервью но возмутились они совершенно по другой причине смотри как интересно одно и то же интервью один тот же разговор и тут люди говорят михаил пытался значит вывести ее на негатив но она не сдавалась а на нашем канале люди говорят да он же ничего не понял россии он же ничего не понял веник баня на танк залез пилотку прикупил что он понял да люди значит улыбчивые так как люди добрые и улыбчивые а то мы не знаем этих людей а то мы не живем каждый день среди них да вот такой сентимент ну и в общем так вот интересно получилось я вы припоминаю знаете чем мы со светой лет 15 назад ездили в москву давно по делам дней на десять а поскольку я в то время вел колонку в местной газете называлась новая жизнь там new life я каждый месяц там что-то писал такую страницу и я написал про это наше путешествие и потом скопировал эту статью на форум говорим про вес вот или там ну какой там форум был к этому времени я честно говоря не помощью куда ты она она получила известность никто и и я я сильно сдерживался чтобы негативного ничего не написать потому что там хватало на самом деле достаточно много было но в целом у нас было тоже хорошее впечатление потому что мы были готовы к намного худшему то есть те негативные вещи которые с нами там происходили были намного скромнее чем то что мы предполагали и были готовы в принципе то есть мы сознательно мы были готовы но вот почему было было более симпатичность что передало как бы такой розовый оттенок нашему путешествию и я уж как мог там доброжелательно все это написал и даже потом прочистил пару раз чтобы уж совсем там не было к чему прицепиться то есть мне не хотелось никого огорчать и шо вы себе думаете значит наш нашлось достаточно много людей которые меня обвиняли в том но все все в том же самом там и русофоб и там негатив и агент госдепа и там из-за чего если ты не визжишь поросячим восторгом от я не знаю там чего веника бани на танк залез пионерский галстук ну что там еще есть такой обычный набор водочки выпил и там покушал вкусно если ты не визжишь поросячим восторгом и не говоришь что это и есть высший смысл человеческого существования все остальные страны дерьмо а это вот шоколад натуральный вот то ты уже вражин поганая поэтому но собственно я конечно я я в отличие от вини по определению вражина поскольку я вот от них уехал и значит не понимаю что люди вокруг радостные улыбчивые доброжелательные америку любят понимаешь как они любят америку боже вот вини в восторге совершенно и вот ему нравится как дети маршируют тоже вот они в униформе там маршируют я честно сказать как-то вот у меня тоже нет такого восторга не у всех есть в общем так что этот в лип и на дорогу освободить отлично вот так вот я чё говорю когда уже ты пишешь так позитивно и так позитивно я уже не знаю что и специально стараешься так все равно ты вражина вот уже уже родился еврей уже вообще все уже куда теперь девать вот поэтому такое вот интересное наблюдение чего хочу сказать да а мы то на самом как будто вот я значит напал на нее и давай ее значит раскручивать на негатив а я просто шел по тем точкам которые но мы все знаем ну вот допустим там часто бывает что людей там обхамят где-нибудь там на таможне или как-то это часто бывает многие жалуются я сам собственно когда вот тогда 15 лет назад ездил ну там я не обхамили обхамили но так довольно таки жесткий такой был прием вот хотя надо сказать что вот там четыре года назад в киев я ездил там было помягче ну все равно так они не доброжелательно вот свету с этим с местом рождения киев там в паспорте американском они так легко и со свистом а меня с местом рождения москва значит они так и сяк пока света за мной не пришла там с той стороны границы вот но не суть welcome home никто не сказал это не не тут не там и я так иду я ва люди вот как отношение к вам америка но мы мы знаем какие-то точки ночи я по этим точкам иду откуда я другие то возьму но у меня других нету у нас кроме винни который из флориды поехал посмотреть на рыбинск тулу москву и петербург есть еще много источников правда любой из вас вот что-нибудь говорит там рассказывает и здесь много информации поэтому так господи я же знал что они в восторге что винни в восторге как он там из бани значит на улицу выскочил там холодно он даже не чувствовал холода и вот я я не знал про то про туалет в поезде как он подумал что труба отвалилась когда буду спускал там прямо до рельсы он думает боже что-то отвалилось думал может это он вот так что эту конкретную хохмочку я не знала так в общем-то знал неплохо поэтому чё я хочу сказать конечно у него как у американца такого ну открытого непосредственного доброжелательного у него конечно такое впечатление в целом хорошие тем более его же возят правда его возят его привозят ему показывают его ведут в баню его кормят тут и там в ресторане так далее он он же не сталкивается с тем чем люди сталкиваются поэтому ну конечно он как бы должен быть так экстремально позитивно в общем то тут вопросов нет никто не ожидает что американец там приедет и будет там ругаться плеваться и так далее да вы чего вот так и все было заранее известно такая вот история друзья вот она трудность трудность блогерской жизни вот чего не скажешь вот эти вот долба патриоты вот этот патриотизм головного мозга когда уже мозга нет а только патриотизм такой суконно-квасной такой да но мы когда вот с адаши обменивались поэтому я его ты знаешь все-таки все-таки 10 процентов дислайков это такая ерунда то есть вот этот вот народец они шумные они скандальные они истеричные они вопят кричат и вот один такой привлекает больше внимания чем сотня совершенно нормальных людей ну просто визгом своим вот этим поросячим а так в принципе 10 процентов это ничто и и это на самом деле радостно кстати что интересно ни одного мужика не было одни тетки одни тетки что же такое что же у них такое в жизни надорвалось то вот так понимаете вот живут люди и вот что с ними такое даже я не знаю ну не знаю нет ну понятно что жизнь трудно и понятно что чего-то такое неудовлетворительно происходит и ищется какая-то компенсация может быть но вот как-то не там что ли ищется даже не знаю в общем так бог с ними я внешне не психолог мне не психиатр таки по житейски вот так что друзья значит больше и абрам вовсе не это не пытались друг друга обидеть возвращаясь к началу нашего анекдота нашего видео вот они абсолютно как бы гармонично балакали себе там на какую-то тему моя задача была показать хорошее впечатление я знал что впечатление хорошие и моя задача была их показать вот вот собственно и все и когда я говорю там но то есть а вот тут вас не обидели допустим в таком-то месте я знаю что их не обидит я я знаю что я знаю что все хорошо вот но они нас будут учить как делать как делать интервью вы понимаете вот так что такая вот история да у нас сегодня масса замечательных событий в офисе вот я еду на работу но давайте это в отдельном видео скажем счастливо